Hello! С вами Helen C. В этом видео мы разбираем новые слова к третьему уроку. Темы повторения учебник за шестой класс Афанасьевой и Михеевой. Черепахи, змей, крокодилы – это рептилии. Саванны – это открытые земли, покрытые травой в тёплых странах. Это упражнение было очень коротким. Додо – это вымершие птицы. Динозавры – это вымершие животные. Туристы любят кормить голубей на Трафальгарской площади. Подвергать опасности. От слова danger – опасность. Подвергать опасности животных. Подвергать опасности чью-то жизнь. В настоящее время тигры стали животными, которые подвергаются опасности. Их количество такое маленькое, что они легко могут вымереть. A species – вид животных и растений. Множественное число точно такое же. A species of flowers – вид цветов. A species of animals – вид животных. What species of plants can you see in the botanical garden? Какие виды растений ты можешь видеть в ботаническом саду? The black tulip is an unusual species of tulips. Черный цюльпан – это необычный вид цюльпанов. An insect – насекомое. An unusual insect – необычное насекомое. Insects usually have six legs, sometimes even more. Насекомые обычно имеют шесть ног. Иногда даже больше. A mammal – млекопитающее. Dogs are mammals. Собаки – это млекопитающие. Mammals are animals that feed their young with milk. Млекопитающее – это животное, которое кормит своих детей молоком. To destroy – разрушать. To destroy an army – разрушать, разбивать армию. To destroy a town – разрушать город. To destroy hopes – разрушать, разбивать надежды. Fires often destroy forests. Пожары часто разрушают леса. Дом мистера Фокса был разрушен, и он, его семья не имели места для жизни. A habited – среда обитания, место обитания. A habitat of plants – среда обитания растений. A habitat of animals – среда обитания животных. When we speak about a habitat, we mean a place where a certain animal or plant is usually found. Когда мы говорим о среде обитания, мы имеем в виду место, где определенное животное или растение обычно можно найти. Картон – made of cardboard – сделанное из картона. A cardboard box – картонная коробка. We used cardboard boxes to carry our books. Мы использовали картонные коробки, чтобы нести наши книги. To damage – повреждать. To be damaged by fire – быть поврежденным огнем. The fire badly damaged the house. Огонь сильно повредил дом. В данном случае слово badly переводится сильно. The house was so badly damaged that we had to build a new one. Дом был так сильно поврежден, что нам пришлось строить новый. To include – включать. Имеется в виду как компонент. To include in the list – включать в список. To be included – быть включенным. The class of twenty includes seven girls. Класс из двадцати включает в себя семь девочек. I want to go on the school trip too. Did you include me in the list? Я хочу поехать в школьное путешествие тоже. Вы включили меня в список. The trip is three hundred dollars. The cost of the meals included. Поездка стоит триста долларов. Стоимость питания включена. To cure – лечить. To cure a patient – лечить пациента. To cure an illness – лечить болезнь. To cure a headache – лечить головную боль. Some illnesses are very difficult to cure. Некоторые болезни очень сложно лечить. I hope he will soon be cured. Я надеюсь, что его скоро вылечат. A creature – существо, создание. A lovely creature – приятное, красивое существо. A poor creature – бедное существо. A kind creature – доброе существо. Look at these little foxes. Aren't they funny creatures? Посмотри на этих маленьких лисят. Разве они не забавные существа? А не другое. А за versucht, больного утро. Элли. Опа. От каждого sujetа